Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели, предприниматели и те, кто решил встать на этот непростой, но очень веселый путь. Он будет веселый всегда, в этом я вас смею уверить. Не получится валяться под пальмами, как многие говорят. И, конечно же, мы продолжаем цикл наших эфиров. Практики отвечают, где мы приглашаем лучших из лучших. The best of the best. Ну, в общем, вы поняли. Основная задача – это поделиться информацией, чтобы, возможно, ваша жизнь предпринимательская и непростая станет, ну, чуточку легче. Сегодня у нас в гостях чудесный человек. Кстати, его брат у нас уже был на эфире, можно посмотреть в наших эфирах, который занимается очень интересной вещью, называется она таким модным словом нынче. Есть работы – нетворкинг, 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 конечно, господа. На самом деле, даже если мы посмотрим, зачем Михаил Ломоносов с Екатериной запилили МГУ, если любой дворянин мог себе позволить класс преподавать или купить. Конечно, это смысл был нетворкинга. Но об этом чуть-чуть позже. Меня зовут Илья Тимошин, я президент Союза деловых людей. И в рамках нашей деятельности мы проводим эфиры. Есть, где мы приглашаем разные бизнесы и сервисы. Яндекс, ВКонтакте – все у нас уже были, можно найти все эфиры. Где показать, что есть инструменты для бизнеса, которые помогут вам облегчить, возможно, процессы или расширить канал избыта, улучшить лидогенерацию, айти-инфраструктуру и так далее. Конечно же, брат нашего сегодняшнего гостя, занимаясь этим тоже, можно перейти на сайты, которые помогают предпринимателям. И есть эфиры, где мы зовем личности, предпринимателей, успешный успех. А что за ним скрывается? Трудом и потом люди идут к своим результатам, к своим успехам. Это кажется, что, ой, вот они там ничего не делают. А начинаешь разбираться, там треш, и не каждый готов пройти этот путь. По факту это, знаете, как прочитать книгу. Человек 10 лет жил, а вы раз книжечку прочитали. О, какой-то инсайдинг словили. Ой, а сюда я не пойду лучше. Или наоборот. Поэтому наша задача сделать немножечко вам полезнее. Конечно, у нас есть услуги для предпринимателей. Это расширение каналов сбыта. Основное, что мы делаем, это настраиваем цифровой помощник, кибермозг. Например, вам нужно подобрать меры поддержки. Вы ему пишете, он начинает мониторить все регионы и выдавать вам информацию. Такой некий бизнес тиндер. Потому что даже мер поддержки сейчас столько, что чиновники у них будут. Вам нужно расширить каналы сбыта. Мы подбираем. Бот будет с вами общаться, недостающую информацию. То есть задача его помочь вам подобрать любые решения, любые ваши запросы, которые связаны с бизнесом. Поэтому, конечно же, вот QR-код. Подключаемся, пишем свои запросы. Ну и немножечко о наших партнерах. Это компания MaxMarket, Marketplace нового типа. Я сам вот сегодня был в гостях, недавно стал партнером. Вы можете просто закупать товар, они его будут сами распродавать. Если товар не продается в течение 28 дней, вам возвращают деньги. Можете открыть ПВЗ. В общем, есть разные истории, тоже можно подключиться. Конечно, это проект бизнес-мобилизация, направленный на поддержку ребятам с фронта. Это проект ОНФ, проект «Опоры России». Можно тоже посмотреть. Есть интересные вещи, что можно с бизнес-миссией поехать, посмотреть, что интересного. Можно потестировать свой продукт на передовой. Если он подходит, вам посодействуют в заключении контракта с Минобором. Это тоже круто, потому что это расширение производства и всего остального. Ну и, конечно, проект «Выбирай свое». Курирует его наш друг, депутат Сергей Иванович Морозов. Проект направлен на поддержку отечественного производителя. Компания «АВГРУ». «АВГ» – это ведущий антиинтегратор в нашей стране. Пожалуй, я закончил. И теперь меня, чтобы Александр не побил у нас в гостях, друзья, барабанная дробь. Александр Тюранов. Саша, приветствую тебя. Привет, привет. Спасибо за приглашение. Да, такая вводная. Саша у нас составатель группы компании «Твинс». Директор и учредитель «Комба Туры». Как я уже говорил, у меня есть брат-близнец. Тоже такой позитивный. Мы познакомились как раз на эти тусовки в Тап-табусе. На нее силочку тоже отдадим. Это крутая тусовка. Но другое немножко направление. И оно очень интересно. Но вот если вкратце, Саша, расскажи, какие основные векторы у тебя сейчас проектов? По каким вопросам можно, например, обратиться? Или чем они могут быть полезны предпринимателям? Спасибо за приглашение еще раз. Если брать основное направление, которое является у нас таким самым вдохновляющим, то, чем я занимаюсь в большей части времени, это проект «Комба Туры», который мы начали 6 лет назад. Он уже в России достаточно известный. Нас знают за рубежом, знают в аэропорту, что бывает приятно. В принципе, многим предпринимателям, когда начали рассказывать, они говорят, так или иначе слышали о вас. Это говорит о том, что мы, в общем-то, на слуху. А занимаемся мы тем, что мы организуем, если простыми словами, такими, которые на поверхности, организуем путешествия по всему миру для предпринимателей. Делаем это с известными людьми. Как правило, это сфера бизнеса, очень известные предприниматели, заслуженные. Либо это какие-то медийные люди. Если называть конкретные... Буквально перебью тебя, извини. Буквально недавно меня попросили с Максимом Комбаторевым провести мероприятие. Максим говорит, а я в Чечне буду гулять. А смотрю, Саша Туранов Комбатор делает там в Чечне с Батаревым. Максим из них, честно говоря, он был первым нашим экспертом, первым медийным лицом. Вместе с кем мы и начали, собственно, этот проект. Слово «комбат», оно как раз пошло от Максима Комбата-Батарева, кто знает его по его книгам. Он об этом тоже рассказывает. И, собственно, на основании всего этого и были сформированы первые ценности нашего проекта. Наша какая-то бизнес-модель. И мы, наверное, с этого сдвинулись. И сейчас у нас среди экспертов много известных, интереснейших людей. Мы делаем туры с Ириной Хакамадом. Мы делаем туры с Сергеем Рязанским, Алексеем Ситниковым, Дмитрий Дмитриевич. А вот с Хакамадой скоро, да, вроде у вас будет в Грецию? Да, совсем скоро мы поедем на парусники. Мы берем самый комфортабельный парусник, который в мире существует. Из небольших. Они в шейхе ходят, делают корпоративные крупноевропейские компании, корпоративы. Вот это парусник. Мы берем в аренду и пойдем по греческим островам. Вместе с Ириной Хакамадом будем делать такое трансформационное путешествие на неделю по греческим островам. Естественно, там будет много чего интересного. Ну, в общем, это вкратце. Без рекламы. Я думаю, мы QR-код дадим сюда. Нет, слушай, почему? Надо хорошая вещь. Я не стесняюсь, надо рекламить, наоборот, потому что многие не знают. А я, на самом деле, я сам не был в турах, поэтому я же как практик, надо проверить, а потом говорить. Но я почитал отзывы ребят, на самом деле, это мощная история. Я прям, ну, завидую тем, кто был там. Ну, да, у нас слоган даже, мы его называем «путешествие, меняющая жизнь». И мы когда, у нас есть KPI, представляете, мы в какой-то момент поняли, что это наш KPI-работа, один из них. И мы ввели как параметр оценки собственной деятельности, когда люди возвращаются в путешествие, там, через какое-то время мы всех спрашиваем, по вашему субъективному мнению, вообще, вы перешли на новый качественный уровень, это наша такая миссия. И 70% всеми с чем-то у нас с ответов, что да, мы ощущали, я еще внутренне, что я перешел после этих поездок на новый качественный уровень для себя. Мы рисуем вот именно этот показатель, как целевой для нашей работы. Поскольку мы не являемся туристической компанией, мы больше про образование и про впечатление. У нас такие три основных момента, которые стоят в основе наших проектов, это люди, развитие и впечатление. Вот, люди и развитие – это то, на что мы, в общем, делаем основную ставку. Наши клиенты – это люди, которые являются собственниками бизнеса, которые заинтересованы внутренним собственным развитиям и развитиям собственного окружения. Поэтому мы друг с другом очень круто вместе. Они ощущают, что они на одной волне. Вот. Ну, здесь много можно говорить, вот ты сначала начал с нетворкинга, что на самом деле во многом, продавая путешествия наши, мы продаем не путешествия, мы продаем, скорее, окружение. Несмотря на то, что с нами едет известный человек, эксперт, мы частный эксперт называем, который дает определенный образовательный контент в том числе. Но на самом деле вот за шесть лет нашей работы мы увидели и ощутили то, что на самом деле самую главную ценность людям дают те участники, которые едут друг с другом. Вот. Экспертность... Получается, по факту формируется такое некое коллективное энергетическое поле, где впитать вот эти знания и опыт даже через энергию все равно тебе придется. Да. Энергию люди ощущают многие, для них это прям как будто наркотик. То есть люди с нами путешествуют по много раз потом, несмотря на то, что цены высокие, они там уже давно поняли, кто за эксперт с нами. Часто с одним и тем же. Вот с Максимом у нас есть люди, которые путешествовали с батареем. И с нами уже там лет по шоу, раз по семь, по восемь, даже больше есть те, кто уже и десять раз на них путешествует. Потому что они как в дарейках, как аккумулятор, заряжаются в этом путешествии от окружения, от территории, от эксперта. Потом несколько месяцев, короче, идет такая разрядка у них в бизнесе. На своих людей они дома приезжают, да все это отдают. Или потом требуется обратное. Вот. Они понимают, что поехать, например, в Африку можно в два раза дешевле, чем поехать с комбатурами. Но они понимают, что они никогда не получат того, что они получат у нас. Вот. И на самом деле это так. Я сам много езжу в наши путешествия, особенно там, где мы делаем первый раз какое-то направление. Вот. И сам это ощущаю, ощущаю потребность того, что мне это надо. Вот. Но на самом деле, как я вот говорил, сейчас мысль дорасскажу, доведу. Когда мы продаем комбатур, мы не продаем путешествия, мы даже не продаем людей и экспертов. Мы продаем, наверное, возможности, которые люди получают через окружение, через людей, через связи. Потому что мы все знаем ситуацию, когда бывает, ты с кем-то познакомился, о чем-то поговорил, и тебе вот тут же что-то там прострельнуло, и ты понял, вот, блин, точно, я же хотел так сделать. Ты идешь себе в офис на работу, домой, что угодно, и ты начинаешь что-то там выдумывать и доделывать то, что тебе без этого человека никогда бы не пришло. И, конечно, уровень людей должен быть соответствующий, мышление должно быть настроено соответствующим образом, чтобы с тобой происходила вот эта трансформация. Вот. И мы стараемся, конечно, в первую очередь, уделять внимание именно таким личностям, которые оказываются друг с другом, и происходит совершенно новый качественный переход. Но это вот так вкратце из того, что мы делали, касаясь деталей. Слушай, ну, первый, знаешь, я вспомнил анекдот, когда, помнишь, они застряли там разные национальности, и всех было по одному желанию. Все загадали домой, а последний говорит, эх, хорошая была компания, ящик водки, всех обратно. Хочется регулярно тусить. А второй, про инсайты ты круто говоришь, потому что я вот даже проводя эфиры, реально, когда общаешься с предпринимателем, ну, наверное, вы все-таки больше проосознанных, которые хотят уже, да, вот, ну, вот повариться в этом, поймать инсайты через энергию, через всех людей. И реально оно прям в действии начинаешь, бамс, растет, что-то удивляешься. Ну, то есть вот настолько это круто работает. Здесь тогда вопрос такой вот, мне интересно. Это все-таки такая деятельность, которой, наверное, ну, нельзя не кайфовать от нее. Многие мечтают там, а я бы тоже хотел там с ребятами, с классными, тусить, везде кататься. Как вообще этот путь у тебя начался в предпринимательстве? Когда ты заработал, условно, первые деньги и понял вкус этой крови? Ну, не крови вот этих, а энергии денег, я хочу их зарабатывать дальше. Слушай, ну, со мной была вообще удивительная история. Ты сначала сказал, что у меня есть брат-близнец, и мы постоянно мутили что-то совместное. У меня была история, когда мы в детском саду первый раз начали заработать деньги. Нам подарили с братом, как это называется, фильм «Москоп». Ты смотришь эти мультики, крутя ручку, и мы придащили его в детский сад и начали детишкам давать его за деньги. Ну, те, кто с нами был в одной группе. В общем, я до сих пор помню моя вот такая тряпочка, мешок, где мы эти копейки насобирали, притащили домой. Родители увидели, сказали, вы что, обалдели? Дети, все срочно раздавайте обратно. Вот эти первые деньги, которые я пощупал, но использовать не смог. Возможно, тогда зародилась эта история, связанная с тем, как ты можешь использовать ресурсы для того, чтобы зарабатывать деньги. Для меня сейчас как бы и тогда, возможно, не было зарабатывать денег самоцелью. Мне всегда нравилось как-то объединять людей за счет того, что мы делаем. Вот с братом мы вдвоем, и у нас как-то получается именно закрывать эту историю с двух сторон. Мы вроде близнецы, но немножко отличаемся. Вася больше про айтишную часть, то есть такая техническая. Несмотря на то, что мы вместе закончили Московский энергоинститут, инженеры по образованию. Он ушел больше в айтишную сторону, я ушел больше в творчество. Вот у нас вдвоем получается как-то закрывать эти две половинки, как два полушария творчества. В детском саду были первые заработанные деньги. И потом, наверное, ситуация с деньгами меня не отпускала вообще никогда с точки зрения предпринимательства. Что мы только не пробовали. Самое главное, вот спасибо, кстати, родителям. Они никогда не противились этой истории, несмотря на то, что в детском саду заставили деньги все-таки раздать. Ну, кстати говоря, это было правильно. Тогда нельзя было. У вас, во-первых, не было самозанятости ЛИПы. Это незаконно, некоммерческая деятельность. Родители бы повязали, да? И потом, как только появились какие-то первые технологии, вот это, кстати говоря, про ресурсы, там отец работал на автогрегатном заводе в Смоленске, и у него появилась возможность, в общем, как-то с компьютерной техникой, первые компьютеры появлялись даже еще до всевозможных Искор и Синклеров, появился какой-то немецкий у них на заводе, он притащил нам, потом появился принтер. Мы начали печатать какие-то расписания, расписания автобусов, которые продавали бабушкам на остановках, потом появились книжки с аккордами для пацанов, для гитары. Мы тогда немножко гитарой увлекались, начали продавать аккорды. Ну, в общем, это все школа, это все такая юность. Ну, когда уже попробовал одинастый, понял, что ты встал на этот путь, в общем-то, это всегда сложно остановиться. И интересный момент, кстати говоря, вот я уже потом анализирую, там несколько лет назад, то, чем я занимался в детстве, занимался с любовью, с интересом, в итоге выпало через лет 15-20 в реальный бизнес. Вот это два момента, которые вот путешествия, я всегда очень любил путешествия, мы с родителями много ездили, там в походы все возможное, сейчас-то моя профессиональная деятельность. И еще... Ну, вот ты сейчас, получается, сколько, больше 40 стран, да, ты уже проехал? Да, сегодня, если не ошибаюсь, 43 страны, ну, сказать, что это много нельзя в сообществе путешественников, когда обычно ты говоришь 43, на тебя так особо никто не смотрит. То есть учет начинается после 100. Но на самом деле моя главная заслуга, наверное, не в том, что я там 43 страны посетил, а в том, что там тысячи уже людей, которым мы помогли организовать эти путешествия. Вот те люди, которые когда-то полюбили это благодаря нам, или там почувствовали, что это можно взять, например, и поехать в Намибию. Страна, которой ты никогда не думал, а теперь она лучшая, любимая в их жизни, и они уже не первый раз туда ездят. Вот эти люди мне время и время пишут, говорят, «Сар, спасибо тебе за то, что ты открыл для меня вот эту возможность». Это где-то ты ходил по самому высокому гребню дюн? Да, да, в Намибии, кстати, говорят, да, самые высокие дюны. Размером просто 10-этажный дом ты идешь, вообще ощущаешь, что там этой песчинкой. Вот, Намибия, кстати, очень крутая страна, кто не был, я прям советую. Мы делали с Дмитрием Дебровым буквально недавно, как раз туда поездку. Семейное путешествие было такое. Дима с Полиной ездили с своими детьми, мы брали несколько семей, тоже ездили, организовывали. Ну, это была такая очень крутая трансформационная тоже для детей. Это невероятно. Круто увидеть мир, развиваться. Вот, я своих тоже постоянно выбираю, брать в походы. Ну, здесь вопрос, знаешь, какой, про, ну, вот ты говоришь, через 15 лет это стало бизнесом. Ну, и когда ты сказал, почувствовал там деньги, да, и, ну, ты понял, что вот этот путь тебе нужен. А были моменты, пока вот развивался как предприниматель, что хотелось вот все бросить, прям, не, не мое, пойду куда-то работать, уступайся. Ну, честно, не особо. То есть были сложные моменты, когда ты уставал и понимал, что, ну, ты как бы куда-то не туда идешь. Вот, но у меня так получается, что встречались люди на пути, которые давали такой-то определенный знак. То есть знакомство с людьми за меня – это ключевые моменты в жизни. Я вот, когда начал организовывать нетворкинг, всевозможные события, я понял, что, ну, во-первых, у меня есть внутреннее какое-то ощущение, что у меня это получается – объединять людей друг с другом за счет каких-то вот историй внутренних, собственных. И когда проанализировал свою жизнь, я понял, что у меня самого так и получилось. То есть у меня было где-то пять человек в жизни, начиная вот с детства, которые, ну, категорически поменяли меня. То есть с каждым новым человеком таким вот я принципиально рос в том, чем я занимаюсь, в своем собственном мышлении, даже в уровне заработка в плане денег. И понимая на собственном уровне, что люди повлияли на мою жизнь, я считаю, что моя такая миссия, как это внутреннее, это организовывает то же самое, знакомство людей друг с другом, которые помогают каждому расти. Вот, поэтому, ну, были сложные периоды, безусловно, были периоды затяжные, когда я действительно там, ну, засиделся в каком-то проекте, бизнесе, и потом час, глядя назад, понимаю, что там, ну, несколько лет потрачены, возможно, были зря. Хотя зря ничего не бывает, мы же понимаем, да. Но все равно, вот сейчас, даже сейчас, есть определенные мысли о том, что надо опять меняться. Потому что вот семь лет, говорят, это критический срок, когда у тебя либо в проекте, либо в жизни, либо в бизнесе. Если что-то уже стало на рельсе и не меняется категорически сильно, да, то пора об этом задуматься. Ну, вот сейчас семь лет комбатуром, и мы для себя ищем тоже принципиальные точки роста. Что надо менять? Очень круто, здесь даже ты, мне кажется, ты вообще в тренде, это распечатывать листочки с расписанием, это просто надо это придумать тогда в выловке. У нас целая методичка была такая с расписанием, там вот расхватывали горячие пирожки, тогда это было прям вообще круто. Мы первые деньги неплохие заработали на этом. Слушай, огонь, а все-таки если немножко вернуться к детству, а вот в детстве ты о чем мечтал, там, не знаю, космонавтом, трактористом в стадии? Слушай, ну, в детстве я мечтал и очень хотел, наверное, путешествовать. Оно, собственно, так и получилось. Вот, у меня есть несколько уже реализованных меч, связанных с путешествиями, и в какой-то момент я даже задал себе вопрос, а что дальше. Я, было что, даже не смог придумать, а нравится ли мне сейчас поехать, там, уже в Антарктиде были, там, на Северный полюс. Я уже не уверен, что вот прямо для меня это сейчас стало мечтой. Может быть, что-то более принципиальное подумать. Но тогда я мечтал и очень хотел путешествовать, и как-то вот жизнь складывалась, что это удавалось. Иначе, садиться там самостоятельно. Получается, детские мечты, которые были, ты уже все реализовал? Ну, из детских, наверное, да. Я не помню, была ли у меня мечта полететь в космос. Вот, и она еще, ну, под водой был, вверху летал, там, вот у нас был проект классный, связанный с невесомостью, с полетом, есть в Звездном городке, в Центре подготовки космонавтов. Специально такой, называют его, ну, самолет Ил-76, специально летающая лаборатория, которая взлетает и по парабле падает. Ты так несколько раз делаешь, ты ощущаешь невесомость. Вот мы даже такой проект реализовали. Кстати, был классный эксперимент, могу, если есть, пару минут рассказать. Да, конечно. Потому что мы сейчас, ну, предисловие короткое, что, в общем-то, мы сейчас давно уже ушли из экономики, там, товаров и услуг и переходим в экономику впечатлений, когда люди покупают у нас не что-то конкретное, не какую-то конкретную услугу, хотя это тоже происходит, а люди, в общем, приходят к себе за впечатлением. Впечатления, эмоции, прям маленький комментарий. Есть А101 комплекс в Москве, такой новый в Москве, огромный-огромный комплекс. Вот мы с руководством общались, они говорят, я не поверю, квартира, это тоже по впечатлению, это нифига не рационально. Все сейчас начинают мыслить такими категориями, потому что сейчас уже очень сложно что-то продать, если ты не даришь людям впечатление. Но самое интересное, что, переходя вот к этой следующей стадии впечатлений, ты можешь продавать все намного дороже. И у меня возникла мысль, как бы, надо что-то попробовать продать очень дорогое, ну, чтобы тебе соизмеримо было, потратить деньги на что-то материальное, там, купить автомобиль своему ребенку, или просто пойти испытать какое-то мощное впечатление. Вот мы этот эксперимент провели, в «Звездном городке» арендовали вот эту летающую лабораторию, Ил-76, там на человека, я сейчас не ошибаюсь, ну, примерно полмиллиона, это не включая там маленькие какие-то расходы. Вот этот вот пятнадцатиминутный полет, и ничего больше, просто вот ты пятнадцатиминутный полет, и то не постоянно, там, каждый, там, не помню, там… Ну ладно, там все секунды по пятнадцать, наверное. Ощущение невесомости, да. При этом ты там достаточно жестко блеешь, там, с тобой происходит все, что угодно. Там, по-моему, пара человек только из группы, из нашей, выдержали от испытания. И попробовали продать-то все. Ты знаешь, у нас очень быстро все это купили. То есть полмиллиона людей готовы… Не хватает людям вот этих, да, впечатлений. Да, за то, чтобы отдать деньги на впечатление. Не купить что-то конкретное, очередную себе машину, там, за пятьсот уже не купишь, конечно, но что-то заметное можно купить себе. А просто пойти и потратить на впечатление. В общем, для меня это был знак того, что пора в эту сторону активизироваться, пора… Можно делать дорогие, крутые проекты, но при этом ты должен дарить очень уникальные, очень эксклюзивные, индивидуальные впечатления. Поэтому каждый тур наш – это всегда эксклюзивный маршрут, это всегда, как правило, дорогое направление, крутая команда. И мы вот все думаем, мы постоянно, вот у нас там есть методисты, есть арт-директора, кто придумывает что-то, делает. А сколько сейчас в команде человек у себя работает здесь? Ну вот постоянно заняты у нас 25 человек сейчас. 25 человек. Мы делаем не очень много проектов, у нас где-то порядка 20 проектов в год с разными людьми. Не стремимся за количеством, для нас это такая, ну, не знаю, люксовая услуга, которую мы как-то вынашиваем. Бутиковая, не массовая история, да? Бутиковая, да, и, как правило, мы не повторяем направления. У нас есть несколько любимых, например, Камчатка, куда мы делаем из года в год путешествия, потому что сами очень любим это. Но в основном мы всегда наращиваем количество стран, количество новых направлений, и это когда повторяемся. Круто, ты знаешь, ты сейчас сказал, я вспомнил, у меня в команде есть человек, который в детстве мечтал о жвачке, потом стал директором, был директором Дирола, мечтал газировку, был директором Кока-Колы. Это все такие, да, интересные транзакции. У меня, кстати, эта тема еще была, вот у нас в детстве в лагеря ездили, там он тоже научился общаться, научился коммуникациям, научился дружить, взаимодействие, организовывать детей между друг другом. И сейчас один из наших проектов – это детские лагеря. Мы тоже их связали с именем Максима Батарева, потому что вместе с ним начинали, он называется «Батарев Кэм». Когда мы увидели, во-первых, что люди подрастают, ну, точнее, не люди, а вот участники наших туров. Дети у них уже в среднем возрасте 40 лет, у всех есть дети, которые подрастают, у меня тоже их трое. Мы решили, что надо сделать какие-то классные образовательные для детей проекты. И вот появился лагерь, существует уже 5 лет, мы делаем в разных топовых образовательных центрах. Сириус, Сбер-университет, мы делаем в Иннополисе под Казани, это город будущего, который там строится с беспилотными машинами. В общем, много интересного, чтобы дети немножко посмотрели, расширили свой горизонт, свои взгляды расширили на мир, их захотели немножко большего, чем то, что они видят все дома или в городе, в регионе. Но это получается тоже. У нас буквально сейчас, через несколько дней, стартует очередная смена в Подмосковье. А когда проект стартовал? Ну, 5 лет назад, через год после того, как появилась комбатура, мы уже запустили проект Батрив Кэмп и существует достаточно успешно. Уже много-много очень детишек. Да, друзья, QR-кодик, ссылочка в описании тоже будет. Я вообще про это первый раз на самом деле услышал, это очень крутая вещь. И здесь, наверное, знаешь, если про детский лагерь говорить, мне очень нравятся у тебя взрослые лагеря. Это просто прошлый год. Сейчас, кстати, да, когда ты говорил про впечатления, вспомнил, в прошлом году у вас был автор сериала очень интересного, да, беспринципный. И там, помнишь, он продавал воздух, условно. Ну, это же впечатление, я же продаю впечатление. И у вас такая тематика была, да, пионеры, все дела. Расскажи, откуда это родилось вообще? Слушай, ну, ты вспоминаешь про Александра Цыпкина, да. Он как раз был на последнем мероприятии. Мы сейчас продолжаем общаться. Круто, кстати, он выступал, интересно, очень много рассказывал. А как появилось все? У нас есть много путешествий. Естественно, в одни путешествия ездят одни люди, в другие – в другие. Есть, кроме этого, и другие проекты, связанные, в принципе, с одной и той же аудиторией. Это предприниматели, собственники бизнеса, ну, реже руководители, директора. И у них появилась потребность, в первую очередь, познакомиться друг с другом. Потому что кто-то с нами ездил на Камчатку, кто-то с нами летал в Африку, кто-то с нами в Новой Зеландии был. И они, в общем-то, понимают ценность аудитории. Потому что ты был в Новой Зеландии с очень крупными людьми, ты понимаешь, что у комбатуров такие же ребята классные ездят на Камчатку. Ты везде съездить не можешь, но хочется с ребятами продолжить общение. Потому что мы создаем сообщество, сообщество, люди виртуально там как-то уже друг с другом решают свой вопрос, но хочется вживую общаться. Поэтому мы запустили два проекта. Один у нас зимой. Это такой своеобразный вечер встречи всех наших участников. Он проходит один-два дня, обычно где-нибудь под Москвой. Каждый раз вообще в разных локациях проходит? В разных локациях, да. Мы хотим для людей открывать еще локации. Потому что нам говорят, спасибо, Саша, я не знал про это место, такое классное, я сюда приеду с семьей. Но вот второй год подряд мы будем делать вообще отдельное мероприятие своим брендом. Это Networking Camp. Первый мы провели в Смоленской области как родина, в общем-то, комбатуров. Часто будет проводиться не очень далеко от Москвы. Да, это уникальное место, я считаю, Доброград. Владимир Седов – это основатель, руководитель Оскона Live Group. Все его знают, предприниматели. Нам повезло, что он был одним из экспертов, когда мы ездили недавно в Ливан и в Египет на паруснике. Мы договорились, что мы следующий Networking Camp проведем кэмп у него. Это город, построенный предпринимателями для предпринимателей. Я там недавно ездил, понял, что это идеальное для нас место, очень крутое, с офигенной энергетикой. Мы решили, что мы будем делать у него в этом году. Может, даже традиции сохраним и дальше. И сейчас объединяем предпринимателей там. Пройдет в августе последние выходные, как закрыть такого релакс-сезона летнего и перед началом деловой активности проведем у него. Будет много интересных форматов нетворкинга, будут интересные люди приглашены, будут легенды бизнеса, будут разного уровня предприниматели. Используя весь свой опыт с точки зрения организации нетворкинга, мы его будем воплощать там, чтобы люди уехали оттуда не только с классным настроением, но еще с крутыми связями. Кстати говоря, этот будет формат, который позволяет приехать с семьей, с детьми. Мы решили совместить наши лагеря, батареев кэмпы, наши взрослые поездки. Поэтому команда батареев кэмп будет работать с детьми, а наша команда из комбатуру будет работать со взрослыми. И, в общем-то... Ну, я подписан на канал, читаю, нетворкинг кэмп, друзья, вот QR-кодик, можно перейти. Круто там вообще. Даже подготовка, такой контент, мне прям нравится про нетворкинг, мощная фраза. Иногда даже... Я даже, скажу честно, несколько я к себе в канал закидывал. Ну, приятно слышать. Вот, получается, вот эти все люди, это такая квинтэссенция в ваших поездках, где можно в такой... уже всем вместе пообщаться, потусить, порешать вопросы, расслабиться, блиногоние. Да, да. Некоторые говорят мне потом... Саш, не в Туру ездить не надо после нашего вечера встречи или после инфорнинг кэпа. И в этом, кстати, для меня определенный знак, потому что люди начинают ценить людей, а не место, куда ты едешь. Как правило, то есть, неважно, никуда, а с кем. И вот некоторые говорят, что, блин, не в Туру доехать не надо, потому что я все закрываю на таких вот мероприятиях, где энергетика классная, народ интересный. Слушай, ну, можешь ли ты себя назвать, не знаю, нетворкином, нетворкером, одним из... Я не буду... Я не люблю слово номер один, потому что все номер один, а ты думаешь, вторые похуже. Нету, все первые. Но можешь ли ты себя назвать одним из лучших нетворкеров в стране? Нет, значит, не могу. Во-первых, я сам по себе интроверт. Я не тот человек, который сейчас с открытой душой начнет всех знакомить. Я могу организовать команду, могу сделать классный проект, но у нас есть большая команда, которая этими вопросами занимается. Вот, поэтому я точно, как человек, не нетворкер в этом смысле. Вот, да, здесь ты правильно подметил. Как человек, который может организовать нетворкер, вот так скажем. Ну, что люди в очень... Ну, то есть в 95% возвращают с большой благодарностью, с пониманием, что это было для них не зря, это точно. Это подтверждает, что действительно мы умеем это делать. Вот. Тут надо понять, по каким критериям мы будем выбирать первого. Вот. Но по обратной связи от людей, про пользу, которую мы даем людям, мы точно в топе. Я надеюсь, и люди это подтверждают, многочисленные нам отзывы на обратной связи. Да, я прям коллекционирую даже кейсы, когда люди мне пишут, рассказывают, что вообще с ним происходило потом, какая трансформация, какие проекты, какие партнеры появлялись. Даже книгу сейчас делаем. Книга будет называться «Путешествие, меняющая жизнь». Созвучно с тем, что у нас в проекте. Берем интервью. С Васей или сам будешь делать? Делаю ее вместе с Максимом Баттерем. Это будет... А, с Максимом? С ним, да. Вот сейчас уже активная фаза написания этой книги идет. Приглашаем известных предпринимателей, которые ощущают то, что путешествие повлияло на них. Мы разбираем разные критерии, в каком виде это произошло, чтобы люди, которые будут читать, понимали, что путешествие – это не фан, это не только отдых. Через него можно очень много получить. Мне кажется, что это умеет делать, надо рассказать, как это делать. Вот мы это показываем. На примере реально... Круто, потому что тоже много слышишь, переключиться, картинку упоминать, а здесь же культура другая, да, еще какие-то такие же, как ты. Огонь. Тогда вопрос такой, что тебе помогло вырасти как эксперту и как лидеру? Ну, опять же, я, наверное, не могу себя называть экспертом. Если говорить про лидерство, да, есть... Ты очень скромный. Есть ощущение, что за мной идут люди, получается их вовлечь в интересные проекты, получается из них сделать команду. У меня те, кто со мной работает, говорят об этом, о том, что, Саш, вокруг тебя собираются крутые люди, которые тебя слушают, которые за тобой идут, и мы видим результат, получается. Вот. Ну, я очень такой мягкий руководитель, если говорить про лидерство. Вот. Наверное, такое искреннее отношение к людям и попытка найти двустороннюю выгоду для каждого. У меня каждый сотрудник, это человек, мой внутренний партнер. То есть, я всегда говорю, слушайте, я не ищу сотрудников, я ищу партнеров. Мне очень важно, чтобы вы получали от этого проекта, и я получал. И когда получается выстроить такие прозрачные, искренние, честные отношения, когда человек находит для себя что-то в этом, кроме денег, и я нахожу в этом человеке поддержку внутреннюю и реализацию своих идей, ну вот все получается. То есть, у нас в текучке практически не существует, столько девочки уходят в декреты, а мальчики давно. У нас в основном жадкий коллектив. Круто. Получается такое, знаешь, некое нахождение целей сотрудников, да, и вот этот человеческий капитал развивать, чтобы вместе с компанией цели соединились. Да, да, вот интересная, кстати, идея была от Владимира Седова, который очень сильно сейчас ее развивает, о том, что невозможно достичь успеха, если твоя личная стратегия не согласована с стратегией компании. И только когда ты это поймешь и реализуешь, это не очень просто, кстати говоря, тогда начинает все получаться. Но более того, третий компонент это стратегия сотрудника. С ней тоже надо разбираться. Если стратегия компании, твоя личная как у водителя согласуется с стратегией сотрудника, сотрудникам часто приходится помогать выстроить стратегию, потому что большинство из них даже не задумывались об этом. Но тогда получается крутой эффект. И мы тоже начинаем эту работу проделывать, с каждым беседой, разговариваем, понимая человека. Не просто его психотип, мне кажется, мы давно уже ушли от этого, а именно понимание вообще, к чему человек хочет прийти через какое-то количество лет. Если согласуются с тем, что делаем мы, то результаты могут быть намного круче, чем они. Слушай, я думаю, здесь можно пойти даже еще глубже. Часто человек может быть потерянный, не понимая, что он хочет, помочь ему понять, что он хочет, достать это из него. Ну, да, да, да. То же самое, кстати, вот у нас сейчас много корпоративных клиентов. И бывает так часто, что клиенты к тебе приходят, говорят, мы хотим тимбилдинг для своей команды, хотим поехать на сплав в Карелию. Вроде как бы круто, человек хочет чего-то, компания хочет чего-то, и мы готовы там ей это оказать. На самом деле у нас до этого получалось так, что не срастался ни один практически корпоративный заказ. Ладно, там одна история, что мы как бы дорогие, но вторая то, что просто не получалось что-то, мы там с крутыми компаниями, у которых есть деньги, которые мы смотрим, раз, опять отваливаются. И какое интересное произошло изменение в этом году. У нас возглавил корпоративный проект человек, который прошел коучинговую школу, сам все является профессионально квалифицированным коучем, и он начал с клиентами разговаривать, задавать им вопросы. начало получаться так, что клиенты начали осознавать, что они не хотят то, с чем они приходят, они хотят другого. Мы начали продавать, представляешь, начали очень круто продавать корпоративные вот эти вот истории. Был прекрасный пример, одна известная компания в России пришла к нам как раз за этим сплавом в Карелию. В итоге они поехали у нас в звездный городок вместе с Сергеем Лизанским за тем же самым тимбилдингом, но они не поехали в Карелию. Оказывается, им не надо этот сплав. И они буквально недавно, несколько месяцев прошло это мероприятие, они благодарят, сейчас они уже подписываются на другие какие-то наши проекты. Вот благодаря тому, что человек профессионально задал вопрос и понимал, что вообще клиент хочет в реальность. Суть, в чем суть, да. У нас начали срастаться проекты. То же самое с людьми, то же самое в личной семейной жизни. Надо понимать вообще суть, корень. Здесь как раз самое интересное, есть даже книга, правильно задавать вопросы, чтобы понять, потому что часто, когда человек говорит, это же слова, это всего лишь форма мышления, который человек на ворум лексикона, он может быть ограничен тем, что он хочет внутри. А когда, как ты говоришь, ваш человек, который как ковер специалист, он может глубже пойти достать, что там-то есть вообще. В общем, круто. А многие хотят, например, быть лидером. По-твоему, все-таки, из чего состоит лидер? Ну, лидер умеет рисковать. Я говорю по собственному опыту и даже сейчас, возможно, не вспомнил, отвечая на твой вопрос, все какие-то нюансы, но то, что у меня получается, риск, это же вообще для предпринимателя. Предприниматель, по сути, это лидер, да? Это его среда рисковать. И если тебя в чём-то будоражит, и ты умеешь на это команду свою поднять, ну, например, сформировать команду и поднять на неё, это очень сильное качество. И, как правило, конечно, именно рискованные истории, они вознаграждаются лучше всего. Очень много проектов, я могу вспоминать своих, когда меня крутили в виска, говорили, Саш, ну, ты чё, это ж не то. Меня это ещё больше всего виражит, заставляет действовать. И вот есть ряд проектов, у меня очень крутые, которые я понимаю, что они меня сделали, и до сих пор они работают, привез деньги, и это было очень рискованно, но оно получилось. Вот. Умение идти до конца, это тоже очень важно, потому что, если ты веришь, тебе многие говорят, что это не получится, даже если ты скартанул и начал, это тоже лидерская история, и она очень важная. Ну, и брать на себя ответственность. Это с риском очень сильно тоже прикасается, потому что… Потому что ответственность берёшь из-за ошибки, в том числе, если ты ошибёшься риском. Да, да, да. Брать на себя ответственность и понимать, что я это осознаю, я готов ответственности делать первый шаг, дальше отвечать за свои слова, за свои действия. Это очень важно. Уметь разгребать. Если ты это потом правильно сделаешь, то всё всё равно получается. Ну, какие-то такие приходят в голову мысли, отвечая на вопрос. Ну, что прикольно, на самом деле, здесь, знаешь, мне нравится такая быстрая, умная и мудрая. Рисковать – это как раз про быстроту. Вот надо здесь рискнуть, не надо. Это сомнительная история. До конца это тоже вопрос, что всё-таки сделать пробежку короткую или достичь своей цели, где уже сил нету, а бежать всё равно надо. Откуда ты их надо брать? Вот этот момент у предпринимателя выносливость тренируется. Ответственность, мне кажется, вообще фундамент, потому что ты берёшь ответственность за себя, за команду, за всё, что происходит. Это, конечно, бешеная ответственность. Спасибо тебе, это прям крутой расклад. Знаешь, какой вопрос тогда? Вот когда тяжело, может быть, силы кончаются. Как ты говорил, бывают сложные какие-то моменты. Откуда берёшь силы или что мотивирует двигаться дальше в этот момент? Ну, я обычно себе отвечаю на этот вопрос так. Я говорю о том, что проблемы, которые у меня сейчас, они настолько маленькие в сравнении с тем, что вообще, может быть, и происходит в мире. Такая мелочь, и меня почему-то это сразу успокаивает, останавливает. Я понимаю, что даже если что-то сейчас не получится, обычно, что вот это вот пессилие приходит в то, что у тебя что-то не получается. Я отвечаю себе на вопрос, что ничего не произойдёт. Было классно очень. Кейс в Антарктиде. Мы уехали в Антарктиду на две недели и были без связи. И вот эти две недели, они, блин, мощный инсайд, Максим у себя там книги, потом он пишет про это. И он пришёл нам, потому что мы понимаем, что мы уехали, выпали из этого мира. Нет связи вообще ни с кем там, ни с семьёй, ни с бизнесом. И они без тебя как-то существуют, блин. Без какой-то твоей подготовки вот они работают. И даже если нас не станет, они всё равно будут существовать каким-то образом. Ну, погорюют немного, что тебя нет. Блин, это заставляет задуматься, что может быть всё то, что ты так сильно переживаешь, чувствуешь, что без тебя затруднело рухнет, и он не рухнет. И это на самом деле не такая большая проблема. Вот. Поэтому я, в общем-то, отношу свои сложности с каким-то либо общим районом, понимая, что это не сыграет существенной роли в каком-то, в общем, глобальном процессе. Вот. Единственное, что меня может сильно расстраивать, это какие-то личностные истории, связанные с отношением с людьми. Вот это бывает, что не вернуть. Поэтому я в этом вижу большую ценность, важность. Это грамотно, правильно, честно выстраивать отношения с людьми. Потому что испортить репутацию можно очень легко, а вот исправить это уже очень бывает сложно. Вот. Поэтому к этому отношусь всегда очень внимательно, серьезно. Надеюсь, что получается. Вот. Вот если вот про людей говорить тоже крутая фраза, вот у меня подход, например, знаешь, как доверяй, пока тебя не убедят в обратном. Есть подход, доверяй, но приверяй. А тебе какой ближе? Нет, я ближе к твоему. И опять у меня возникает пример интересный. С одним человеком я познакомился, очень известный предприниматель, он из Москвы, но в свое время я познакомился с ним случайно, он купил огромную одну усадьбу в Смоленской области, старинную усадьбу, еще шотландским там помещикам, принадлежавшим в древности. Потом уже там она переходила в революционные времена в советскую власть, потом там какой-то лагерь был, но не суть важная. Я прихожу на эту территорию, это он в Смоленской области был, у меня тогда была своя компания, которая занималась туристической деятельностью здесь в области Смоленской, а я смотрю, что это интересно, такой строили, реставрируют, подхожу, оказалось, что человек, который крутит там крышу, это, собственно, владелец этого всего, представляешь, что это не купил, и стоит сам там гаечным ключом. И мы с ним разговаривались, познакомились, потом мы начали представлять эту усадьбу здесь, продавали места мне, делали мне разные мероприятия. И человек мне много очень интересного дал. А это который Екатерина вклюет, да? Не, не Екатеринке, это усадьба Лесли. Да, Лесли. Он мне много дал интересного, когда мы с ним общались, потому что для меня это был один из тех людей, кстати, который повлиял тоже на меня, на мой бизнес. И я один раз обратил внимание, говорю, слушай, а что у тебя тут вообще с безопасностью? Почему у тебя нет камер? Огромная усадьба, территория, там он гольфпале отстраивал, домики строил. И он такой говорит, слушай, Садж, вот я долго очень тратил огромные средства у него в Москве, в Подмосковье большие эти проекты, очень огромные средства тратил на то, чтобы контролировать и охранять эти все объекты. И когда понял, что риски связаны с тем, что у тебя что-то украдут или разобьют настолько минимальные по сравнению с теми средствами, которые ты тратишь на эту охрану, еще не говоря про время, штаты и всех остальных, что я решил просто забивать на это дело. То есть доверять людям в первую очередь, а потом уже доверять. У меня то же самое происходит здесь. Я тоже считаю, что если ты не доверяешь партнеру, лучше с ним не работать. Поэтому я по умолчанию, я, кстати, редко очень натыкался на самом деле на какие-то обратные истории, когда тебя кидали или подводили, поэтому, может быть, я такой сейчас наивный и простой, но у меня для себя вывел формулу, что либо ты доверяешь человеку полностью и с ним работаешь, либо ты вообще не работаешь. И пока меня эта история не подводит. Я вижу, что с обратной стороны тоже сразу выстраиваются правильные отношения, хорошие. Хотя у меня есть свой подход по выстраиванию партнерских отношений, я называю это партнерское соглашение. Есть буквально там 3-4 вопроса, которые надо задать друг другу перед тем, как ты начинаешь что-то делать, чтобы вообще закрыть практически 90% проблемных вопросов изначально. Поделишься? Да, есть вопросы. Вообще, есть книга хорошая, называется партнерское соглашение. Я это взял оттуда. Но там буквально несколько вопросов разбирается, которые ты должен задать человеку, прежде чем один из всех вопросов, как мы будем делить убытки, например. И все сразу, оба нет партнера, где он? Я же пример пришел считать. Да, самое главное ожидание. То есть убытки, ладно, это многие сейчас уже начинают такие опытные предприниматели об этом заранее говорить, потому что никто не думает о том, когда ты стартуешь с кем-то бизнес, что могут быть еще убытки. Но самое главное это ожидание людей друг от друга. Просто у человека спросить, а что ты вообще хочешь от этого бизнеса? Потому что все когда начинают, они гей-давай, а что ты лично хочешь? Второй вопрос, это какое ты лично будешь принимать здесь участие? Человек хочет бизнес, но он не говорит, что он лично не собирается быть в операционке или он лично не собирается Ну, здесь можно быть условно соучредителем, но не быть в операционке, можно быть соучредителем и за зарплату еще быть в какой-то операционке. кто-то хочет вообще реализовать свои внутренние амбиции, там нереализованные детские мечты, например. И вот эти вопросы, ну, пять вопросов, если надо, могу найти их и пять или четыре, которые надо просто задать и поговорить об этом. Мы это фиксируем обычно. А я думаю, оно будет вот так вот. Первый вопрос, второй, третий. Как-то так, да. И после этого все становится в свои места и ты понимаешь вообще дальше сейчас тебе надо идти или нет. Если да, тогда у вас, по крайней мере, это уже проговорено. Ну, в общем, вот так как-то. Лучше, да, круто. И прям, наверное, уже ближе к занавесу все-таки вопрос такой про личную, про семью, потому что, ну, предприниматели, я не знаю, они, по-моему, работают всегда, и когда есть возможность, там просто отдохни. Часто бывает, знаешь, о чем, что, ну, там, у тебя все-таки трое детей, и когда там с женой терки начинается, внимания не хватает или чего-то еще, или внутренне даже как-то, вот я мало внимания уделяю. Как здесь находишь баланс? Ну, у меня нет никакого баланса, это проблема. Я не буду выкавить. Есть и терки, есть и сложности. Вот я после рождения третьего ребенка обещал жене путешествовать меньше. Я вот два года уже не так часто езжу, как раньше. У меня там какой-то момент, я вот два года назад, ну, это, нет, наверное, больше чуть, где-то там, до пандемии год уже, сколько у нас там прошло. Я обратил внимание, когда айфон там подсвечивает лица людей, которые там максимально близко к тебе в точке зрения там времени уделенного пообщения. Я увидел, что у меня жена уже стала на третьем месте. Первые два человека занимали, это люди, с кем я путешествую, там мои компаньоны, ведущие и так далее. Я увидел, что жена перешла отрезать, думал, что-то не так. Вот. Я стал меньше путешествовать, пока мелкий растет, но это не значит, что я перестану это делать. Вот. С женой мы часто ездим в разведке, когда мы исследуем новое направление. Вот. Но сейчас она с малышом сидит дома, ну, как? У меня есть очень крутая команда, это помогает действительно реализовывать проекты без моего личного участия. Вот. У меня есть бизнес-стент, который помогает в ряде вопросов, в том числе и лично. Вот. Я стараюсь делегировать очень много, доверять людям, и я вижу, что действительно некоторые вещи, ну, мои ребята, компаньоны, сотрудники делают пару лучше, чем я. Это мое вмешательство даже может вмешать. Поэтому я стал к себе функцией таких стратегического развития, ключевых партнеров, решения каких-то вопросов связанных с командой. Вот. А проекты многие делаются уже без моего личного участия. Когда мне кто-то пишет, спрашивает какие-то конкретные вещи, я часто затрудняюсь ответить, потому что даже могу и не знать. Слушай, ну, а здесь это, ты говорил, да, это рискованность. Где, ребята, рискануть что-то новое? Когда уже система работает, управляйте, пожалуйста. Я вам здесь только навредить могу своими рисками. Да, системе. У меня здесь мне тоже часто бывает нужна помощь. Ну, в общем-то, сейчас комбатуры без моего операционного участия уже работают и делают крутые проекты. Я этому очень рад. Хотя я каждый день в офисе, каждый день с командой, но занимаюсь вопросами немножко другими. Про семью ты говоришь, что все-таки вот компромисс, да, когда нужно подключиться, пока ребенок расчет, там выключаешься. Либо в одну сторону, либо в другую, ну, все равно компромисс находится. Да, редкий случай. Я знаю, по примеру, наших даже участников комбатуровцев, когда им удается прям семьей включаться в процессы. Но все равно мы видим, что рано или поздно они переходят в какие-то вот такие форматы, когда бизнес уходит на второй план, даже на десятый план, и для них семья самое главное. Они кайфуют от жизни, делают выбор в пользу меньше зарабатывать, но больше проводить время друг с другом и там какие-то 7-минутные ценности видеть, замечать, ценить. Безусловно, это так. Я думаю, что у каждого есть в жизни определенный период, когда его тоже переключат. Приоритеты меняются. Слушай, круто. А вот еще прям пару вопросов заканчиваем. Часто время пролетело опять. Как с Василием. Вы не брать случайно? Что для тебя самое трудное и самое простое в бизнесе? Самое простое для меня решится втянуться во что-то новое. Я всегда часто корю за это. То есть я могу вообще просто проснуться, идя на работу, придумать какой-то новый проект и через 2 часа начать его делать. И еще полкоманды за тобой пойдет. Да, у нас есть связанные проблемы организационные, потому что у меня получается уговорить команду. Но где-то там через какое-то количество времени, полгода, ребята такие оглядываются назад. Саша, ты помнишь, к чему это тебе все привело, ты понимаешь? Это бывает и к хорошему приводит, и к плохому. Это, кстати говоря, какой-нибудь очередной тур замутить просто для того, что остается 2 месяца до начала этого тура. А я так и говорю, все, включаемся, потому что нам нужен этот человек, нам нужен этот эксперт. Делаем с ним. Все мне говорят, Саша, времени нет. Я говорю, сейчас раскидаем все, сделаем. Мы это делаем, но это приводит к диким сложностям в плане организационных моментов, где-то мы теряем других туров. Поэтому легче всего мне удается, наверное, это вот прям с самого себя втянуть в какие-то новые авантюры и реализовать. Мне сложнее всего это организовать вот эти вот рутинные процессы ежедневные, сидеть, доводить до конца, оттачивать что-то. Я такой в натуре перфекционист, но вижу сам по себе, что у меня не получается довести до идеала, и мне здесь очень сильно помогает команда, и я теперь начну немного в этом смысле доверять. Они это знают, всю внутреннюю кухню, вот это у меня не очень. То есть я как стартапер в душе, для меня важно начать, поставить на рельсы, убедиться, что это сработало, и уже где-то даже в этот момент я думаю о следующем. Как путешествие. Я организовываю путешествие, я его уже переживаю, и когда оно начинается, такое ощущение, что ты в нем уже был, ты все эти эмоции пережил, и я уже в тот момент, когда в каком-то путешествии нахожусь, я уже думаю о следующем. О следующем. И вот эта вот история для меня существует как стартап какой-то, который ты, наверное, удовлетворение получаешь от момента какой-то первой реализации, и тебе уже хочется следующего. Прикольно. Вот, мне кажется, суть предпринимателя. Вдохновить на идею, запустить ее, а уже системно. Если в систему просто, я сам такой, погружаюсь в операционку, мне застрелиться хочется, мне жизнь не мило. Ребята, вытащите меня оттуда. Либо я тут вам все порушу, либо я сам весь все выдохнусь энергетически, а вот запускать, да, это круто. Это то есть. Предприниматели-менеджеры разные люди совершенно. Это надо понимать, кстати говоря, и так планировать деятельность бизнеса, что это не должно быть в одном лице. Ну, хоть как минимум, когда там он начинает уже работать. Здесь крутой треугольник. У меня тоже один из гостей. У нас Венемик Кизеев был. Это треугольник, когда предприниматель, управленница, еще по факту продуктолог, потому что он должен думать, какие продукты новые генерить, управленницу управлять, а предприниматель вот это все качать. Слушай, я бы, наверное, сейчас оказался где-нибудь в Антарктиде еще раз на пару недель. И весь нетворкинг как бы с тобой запомнил? Нет, я хотел бы, наверное, попробовать там помыть одному, потому что вот эта изоляция, цифровой детокс, для меня это прям какой-то бальзам на душу. И просто мгновенно это сделать нельзя, а при использовании волшебных палочек, наверное, можно. Потому что я до сих пор впечатлением от этого проекта, от Антарктиды, считаю, что каждый предприниматель должен там побывать хотя бы раз в жизни. Есть разные форматы, как там можно оказаться, но ездили вообще под парусом. Прошли через пролив Дрейка, там, не знаю, у нас был пожар на борту, вырвались паруса, то есть целая большая... Вы не с Лебедевым катались? Нет, не с Лебедевым. Но капитан, кстати, у нас был на судне, именно тот, который с Артемием ездит и делает для него всякие экспедиции. Да. Прикольно. И все, под занавес Плиц. Продолжи фразу. Жизнь – это? Впечатления и крутые люди рядом. Вот видишь, как суть в чем? Даже здесь жизнь – это впечатление и бизнес – это впечатление. Круто. Вопрос – бизнес – это? Реализация собственного предназначения. Деньги как благодарны за деятельность. А предприниматель – это? Предприниматель – это спортсмен, для которого не важна награда. Прикольно. Не знаю. Сейчас, подожди. Мне надо подумать. Здесь, знаешь, вспоминается, как это путь самурая. Нет цели, в самом пути есть цель. Есть процесс, да. Это такая философская история про предпринимательство, когда ты начинаешь учиться уже получать удовольствие от процесса. А предприниматель – это человек, который предпринимает. Делает шаг в пространство, а пространство ему отвечает. Огонь. А трудности – это? Способ стать сильнее. Огонь. И кайф. Кайф – это? Это когда ты на одной волне с близкими людьми. Слушай, прикольно. Спасибо. Под занавес какое-нибудь пожелание, наставление, может быть, ребятам, кто нас будет смотреть? Слушайте, у меня пожелание одно. Если вы сомневаетесь, но хотели путешествовать, прям сделаете это в самое ближайшее время. А если вы сделаете это на длительный срок вперед, забронируете тур, который, возможно, у вас будет через год, вы потом скажете себе спасибо, потому что не путешествия должны подстраиваться под твою жизнь, а жизнь надо свою подстраивать это путешествие. Путешествие – это очень всеобъемлющая история, которая много-много чего дает. Слушай, круто. Друзья, ну, во-первых, пожелаем тебе дальнейшему развития. Круто ты сказал о том, что нужно планировать отдых заранее, а не в процессе, потому что предприниматель, вот эта вся рутина, вся жизнь, он тебе никогда не придет. Поэтому реально, Саша прав, что ставьте себе цель вот там, что у меня будет вот это путешествие, это отдых. И только тогда оно будет, а когда вы думаете, оно чуть ближе будет, ничего не получится. Вот разнесет, все катком, вот это время прилетит. И это очень важно делать, особенно для предпринимателей. Есть такая фраза простая, мы не работаем, чтобы отдыхать, мы отдыхаем, чтобы работать. Поэтому планируйте отдых заранее, а не работу после. Вот, ну что, завершая наш эфир, хочется сказать, что, друзья, наша жизнь, особенно предпринимательская, это вообще путешествие всегда. Всегда будет неизвестно, всегда будет что-то интересное. И важно путешествовать с кем, когда. Поэтому путешествуйте, предпринимательство, ищите новые проекты, рискуйте, берите ответственность за этот риск и формируйте ту команду для своего путешествия под названием «Жизнь» и предпринимательская жизнь, которой, как сказал Саше, хочется обняться и доверять, где вы будете смело попадать в Антарктиду, даже с условием, что вы можете не выжить, вы будете знать, что эти люди настолько вас ценят и вам доверяют, что они продолжат ваше дело. Поэтому жизнь путешествует, путешествуем с правильными людьми. Саш, спасибо тебе огромное, еще раз успехов, рады будем верить на наших очередных эфирах. Пока-пока. Заименно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok